Не прерывая работу, приступили к модернизации. Городскую поликлинику номер 4 решили не закрывать на время капитального ремонта. Пока на первом этаже нет отбой от пациентов, на втором развернулось масштабное обновление, которым в дальнейшем затронет все учреждение. На этот год и до 31 июля 2023 года у нас разыгрался контракт на 50 миллионов. И мы будем планировать ремонт инженерных систем, то есть в подвале. Это тепло, снабжение, горячая вода и так далее. Затем это остатки не отремонтированной первого этажа с прошлого года и предполагать второй этаж, который мы должны сделать до 31 декабря сегодняшнего года. Также к концу текущего года на баланс поликлиники поступит новое оборудование в эндоскопическое отделение. Чтобы не возникло проблем с установкой, ремонт должен быть закончен в срок. Уверенности придает и положительный опыт. В прошлом году в поликлинике была обновлена входная группа. Сейчас там стали условия пребывания намного комфортнее, уютно, светло. Сам ремонт был продуман настолько, что пациент, приходя в поликлинику, может подойти к медицинской стоечке, посмотреть электронную регистратуру. Четвертая поликлиника обслуживает свыше 140 тысяч пациентов. Ее обновление решение не спонтанное, а необходимое. Однако останавливаться еще рано. Общественники отмечают, что необходимо расширить проезжую часть, улучшить прилегающую территорию. Мы уже неоднократно здесь встречались, в том числе несколько месяцев назад глава района Засвияжского был. Был проект вокруг поликлиники делать стоянку, в том числе обустроить территорию. Это один из вопросов. На самом деле это проблемный вопрос. Тоже просим обратить на это внимание. На ремонт по нацпроекту здравоохранения ежегодно будет поступать по 20 миллионов. В срок до 2023 года здравница будет полностью обновлена, включая поликлинические отделения на улицах Ефремова и Рябикова.